Во-первых, я 10 раз не смотрел этот фильм. Падим Владимирович, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствие свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего. Он как Сопрыкин прям отвечает. Ничего. Я не смотрел. Из того, что сказано в этом. Ничего. Он еще не договорил, подожди. Ничего. Подожди. Извините. Подожди. Ничего. Ты понимаешь, что он отмазывается точь-в-точь как питон? Да я не смотрю питона. Да как все вот эти, короче, говна. Я смотрела, у него 4 видоса, мне достаточно твои какие-то реакции. Я видел, короче, и причем он хотя бы умело это самое, гонит. То есть потому что у питона сразу понятно, что он пиздит, как черт, помоечный. Ничего сказанное в этом ролике, я его не смотрю, но ничего. Указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежала. Никогда. Ну, а что, в принципе не соврал, оно записано на фонды какие-то. Оно мне не принадлежит. То есть по факту, вообще-то да, все на фонды записано. Это не близкие родственники, а какие-то кореша, да, да, да. Синкронизация. Второе, что хотел бы сказать вам и вот тоже другим людям, которые сегодня здесь на встрече присутствуют. Вы все люди молодые. Но у кого-то... Ну я пожилой. ...где-то старших курсов, может быть, аспиранты даже. Я все же еще в углу Путине. А у кого-то эти семьи только будут созданы. Ну а я весь сознательный возраст и Путина. ...вам от души желаю. И желаю вам детей и побольше. Спасибо большое. Но вы знаете, что в современном мире, это, в Западок нам приходит, но тем не менее... Да нет, Путин крутой. Мы его вообще... Путин красавчик. Да. ...на заключение брака, как брачный древо. Ух, сука, Вабаба вонючий. Козел вместе с Трампом насрал. Хочу сказать. Моё бы ну, в Эмме. Тихо, тихо, не матерись плохо. Банк пизды даст. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ. Нет, почему он это вообще сказал? Про Запад? Его спросили про Навального, он говорит, у вас семья скоро, я желаю, пусть у вас всего будет хорошо. Я желаю, чтобы у вас Запад, типа, подождите. Знаете, что в современном мире, это, ну, Западок нам приходит, но тем не менее. Так, короче, Западок нам приходит. Ну, и что? Навальный. Это форма на заключение брака, как брачный договор. Ну. Кстати говоря, я не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак, то они собираются... Просто взял и начал про брак рассказывать. Хорошо. Путин красавчик. Если вообще хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу. А ему просто так насрать, что он начал про брак рассказывать. Ему вообще похуй, типа. Он понимает, что это Путин. Он настолько крут, он так при... Мнения жизненные ситуации разные, и это тоже, возможно, это распространяется. Ну, так вот. Даже люди... Подожди, дай я это говорить. Он настолько преисполнился, что никого нет просто. То есть, Трамп, его там пол-америки мучает. Твиттер. Его спрашивают про Навального, он говорит, а вы знаете про брачный договор? Типа, я вот там вот... Вот хочу рассказать про... Ну, желательно, с запада к нам приходят, там жениться, что-то нет. Вообще, это, конечно, да, это ерунда. Ну, ладно, и что? Еще имущества-то не имеют. Ситуации разные, и это тоже, возможно, это распространяется. Ну, так вот. Даже люди, которые еще имущества-то не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. Значит, в современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть, миллиарды, ведь всегда, где-то, хоть как-то на протяжении длительного времени, а это, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. Так или иначе. Сейчас просто вот удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть в мозге наших глаз. И запустили интернет-фильмы, какие-то там видеопрограммы. Значит, ну так вот, на протяжении 10 лет что-то должно было остаться. Какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые. Ну, хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде. Да, а там ведь ни хрена не показано, да? Вовсе нет всех ссылок на целую кучу документов, которые все приводят к тому, что... Я, к сожалению, не смотрела так же, как Путин. Владимир Владимирович, этот фильм... Ну, я смотрел. Ну, я согласна с тобой, потому что все, что сказано в этом фильме... Я понял, да-да-да. Да-да-да-да-да. Не смотрели, но осуждаем, ребята. Ну, все, что сказано. Ну, мы не смотрели этот фильм, но все равно Лешка анальный просто все там, типа, не смотрел, но осуждаю. Понимаете? Его же Запад проплатил, как бы, да. Да? Меня тоже, кстати. Я знаю. Меня тоже. Это Запад. У-у-у, сука, Запад. Ох, уж эти верующие коммуники. Осуждаю. Анальный Христос. Сын Судья. Осуждаю. Да, вообще. Все, что сказано. Все, что сказано в этом донате, это прозападная ложь. Не приветствуется нами. Не приветствуется. Никак с нами не связано. Только с деньгами. Да-да-да. Нет, я ничего хуже не делала. Ну, разместили... Это, кстати, Обама задонатил. Спасибо, да. Моё фотографию или моё плавание в стиле Матерфлядь. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать, скучно, девочки. Ну, хоть чего-нибудь там попридумали бы ещё. Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю. Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. То есть он не смотрел этот фильм? Но. Там есть и те, и всё, и всё. Я не смотрел, у меня времени нет. Времени у него нет, зато 7,5 минут жевать вот эту вот судичь. У него время есть, конечно, да. Когда я их не видел глаза. Не знаком с ним. Понимаю, что... Блин, у Путина, говорю, у него самая просто суперудачная вот его штука, на чём чуть ли не всё держится. Он супер охуенно пиздит. Просто как царь. То есть у Навального такого нет. У него именно харизма. Он даже если полный пиздёж гонит, но он именно... Причём он разговаривать-то толком не умеет. Он всё время... Конструктивная повестка. Мы должны предложить нашим конструктивную повестку дня. Но у него типа супер харизма. И просто тупо на этом ему верят. И он тупо на этом и держится. И у него реально типа очень много поддерживающих его. Просто тупо потому, насколько уверенно он может нести полную поебе. Чё ты угораешь-то? Чё ты там живёшь? Таким уж про дворец спросили, почему он начал нести какую-то полную хрень, не связанную с сексом Лев Смэм. Вообще да, да. Я понял, всё. Ладно, ладно. ...близко самой вставать, потому что кто рядом не появится, на того-то... Так, а чё там? Поэтому... Да, кстати, эти люди, некоторые из них, которые хорошо знают, давно занимаются бизнесом. Ещё до встречи со мной, знакомства со мной. Молодец. Из всего, что ты там... Я видел. Но я не видел. Наконец-то умный человек на стриме. Про тебя умный. Моё? Почти. Не бизнесом, не как бизнесом, а как ведом деятельности. Это виноделие. Вот очень хорошая деятельность, мне кажется, благородная. Да, согласен. Там один из моих знакомых, хороших, со своим партнёром. Партнёр из жизни ушёл. Уже его доля, как неизвестно, досталась его сыну по наследству. Но вот они занимаются небольшим предприятием. Кстати, говорят, уже от темы отойду. У нас вообще виноделие развивается неплохо. От темы отойду виноделие развивается неплохо. Кремлебот номер 22 миллиона триста восемьдесят тысяч шестьдесят девять. Отрабатывайте деньги. Это мой айди ВКонтакте, если что. Спасибо, Кремль, за донат. Я двойной агент под прикрытием, получаю бабки из Газдепа и при этом от Кремля тоже. То есть я просто такой продажный, что беру бабки со всех. Поэтому я сегодня хвалю. То есть в одном и том же видео, причём буквально. То есть только что. Вот, значит, сейчас надо похвалить. Вот, у Владимира Владимировича всё-таки вот это вот настоящий президент. Не, а кстати, если хвалить, допустим, можно и похвалить реально. При нём круче всего за последние лет сто. Точно. Типа, то есть все совки точно хуже, чем он. Ну и при Ельцине было херово, потому что, блядь, после Совка сразу везде, в любой стране было херово. В любой постсоветской стране было херово в 90-е. И не из-за Ельцина, а потому что, сука, переходный период. Но, тем не менее, при Путине самое крутое чуть ли не с Николая Второго, наверное, где-то. Так. Если хорошее, может, в Чехосвузах меня в этом смысле поддержит. Ну вот, у меня закон приняли недавно очень хороший по этому поводу. В этой связи, не как бизнесом, а как видом деятельности, я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. Но у меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем Брау Дюрсо. Крупная наша компания с хорошим биграундом. Ещё князю Горисуну, по-моему, это принадлежалось. Он у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему? Ну, не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Сейчас, по-моему, закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо. Нет, наоборот, нет. Я считаю, что это очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест. Да, бизнес – это всё херня. Зачем, если можно доить просто с бюджета миллиарды себе? Типа, как можно построить себе грёбанный дворец, если заниматься бизнесом? Зачем бизнес? Меня интересуют налоги ваши, ребята, типа. В натуре, да, чуть-чуть этот бизнес. Как можно сделать себе комнату для грязи, занимаясь бизнесом? Благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово, очень полезно. Но это не моим совсем. Некоторые мои коллеги, ну, например, президент Трамп, он известный бизнесмен, или бывший президент Порошенко в Украине. Он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании, и счета в офшоры. Хочу закончить ответ тем, чем... А, да-да, вот, типа, вот Порошенко-то вот открывал, а я ни одного, клянусь, никогда. Это Порошенко там вот, вот этот, вот, и эти там, кого он еще назвал? Вот они, да, открывали, а я никогда, ни одного счета, ни колоссе, клянусь. Это Трамп, он известный. Вот Трамп, да, вот он вот там вот, там вот что-то вот бизнес там, ну, а я никогда. Это все пацаны курили, рядом стояли. Пацаны курили, я рядом стоял, типа. Вообще все президенты занимаются бизнесом. Вот Порошенко, да-то, но я... Или бывший президент Порошенко в Украине. Он, даже будучи президентом... На Украине. ...бизнесом, открывал офшорные компании, и счета в офшоры. Хочу закончить ответ тем, чем он начал. Я и занимался этим. Никогда. Мне кажется... Ну, вы все слышали сами, это заявление появилось всего несколько минут назад. Монтаж, компиляция и полное отрицание. Ни Путин, ни его родственники, по словам президента, не владеют и не имеют отношения к вам дворцу. Не владеют. А кто спорит? Об этом глава государства сам заявил, ну и я хотел бы еще его процитировать. Скучно девочке, сказал Путин, и это отсылка к, конечно же, великому комбинатору. Путин цитирует Остапа Бендера, главного антигероя Романов Ильфа и Петрова. Такое заявление главы государства. Ясно, все короче. Ну, в принципе, он даже не наврал. Ну, почти. Ну, спасибо.